Сегодня в Киевский палат спорта съехались гимнастки со всего мира, ведь в Украину после четырехлетнего перерыва вернулся знаменитый турнир по художественной гимнастике Кубок Дерюгиной. Турнир посвящен 85-летнему юбилею президента Федерации гимнастики Украины и Героя Украины, главному тренеру сборной страны Альбине Николаевне Дерюгиной. В нем принимают участие гимнастки из 28 стран, в том числе и главная прима украинской сборной Анна Резадинова и Виктория Мазур. И хоть в первый день соревнований в украинской сборной случилась замена, это не помешало нашим гимнасткам выступить хорошо. Но, к сожалению, лидер сборной Украины Анна Резадинова после своего первого выхода на площадку с обручем снялась с соревнований из-за травмы. Однако спортсменка призналась, что заканчивать спортивную карьеру она не собирается и уже в ближайшее время ее можно будет увидеть на ковре. Сегодня я пришла, все равно поддержала команду, была с командой, очень рада сегодняшним медалям. И девчонки в групповом упражнении, и в индивидуальной программе у нас есть медали, это самое главное. Получилось даже меня наградить там наше юное поколение, поэтому все равно я здесь. Я никуда не покинула, ни гимнастику, ничего. Уже вчера не было информации, поэтому у людей, да, много действительно было вопросов. А вот маленькие зрители с нетерпением ждали выступления Резадиновой и признались, что их мечта была познакомиться с именитой спортсменкой. А твой кумир кто? Аня Резадинова. И все? И Аня Бессонова. Да, а кем ты мечтаешь стать? Я мечтаю стать олимпийской чемпионкой и тренером по художеству на гимнастике. Класс. А твой кумир кто? Аня Бессонова и Аня Резадинова. А почему ты пришла на гимнастику? Потому что это красивый и грациозный вид спорта. Организаторы турнира обещали устроить не только спортивное, но и развлекательное шоу. И у них это получилось. Художественная гимнастика очень популярна в Украине. В Багдирюгине украинский зритель не видел долгих 4 года. В начале турнир отменили из-за военных действий, которые еще не закончились в Украине, а также из-за отсутствия финансирования турнира. Но в 2017 году по инициативе тренера сборной Украины Ириши Блохиной все же удалось организовать масштабное мероприятие. Я очень надеюсь, что мы придем к тому, что у нас страна поймет, насколько это важно. Устроить праздник для детей и насколько спорт важен в нашей стране. А вот старший тренер сборной Украины Альбина Николаевна Дерюгина поблагодарила зрителей за то, что пришли поддержать нашу страну. А также призналась, как бы ни было тяжело сейчас гимнасткам, она готова помочь всем, стать чемпионками. Ведь это ее призвание. Есть девочки, но надо с ними очень много работать. Они не, понимаете, еще техника предмета очень плохая. Даже выступали сегодня, вот, такая как Мазур, которая техничная, грамотная, очень хорошая. Что такое крутить 6-1-й? Это ничего. Понимаете, ничего. А все-таки еще не в форме, это чувствовалось как. В отсутствие лидера команды, украинские гимнастки смогли завоевать призовые места. Так, второй номер сборной Украины Виктория Мазур завоевала несколько бронзовых медалей в финале Гран-при. А вот победительницей стала россиянка Полина Хонина. Организаторы обещают, что Кубок Дерюгины обязательно вернется. И же в 2018 году во Дворце спорта мы снова увидим долгожданное спортивное событие, которое всегда проходит весной. Мария Майорова, Иван Матриченко. Подробности UA. Интер. Продолжение следует... Продолжение следует...